Дорогие друзья, здравствуйте! Меня зовут Ольга Владимировна Никифорова, и я являюсь заведующей отделом научно-просветительной работы Музея древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублёва. Икона, о которой мы сегодня с вами будем говорить, и которая является моим любимым экспонатом, находится в первом зале, на первом этаже нашей постоянной экспозиции и по праву считается одной из самых совершенных икон нашего собрания. Это образ святого Иоанна Предсечи. Эта икона была создана во второй четверти XV века художником, связанным с московской иконописной традицией, возможно, учеником или последователем преподобного Андрея Рублёва. Мы не знаем имя художника, который написал эту икону, потому что не было в традиции для нерусских художников подписывать икону, то есть икона не подписывалась, а она отписывалась. И мы видим с вами надпись XV века, слева и справа от головы святого Иоанна, «Агиус Иоанн Предот», то есть святой Иоанн Предсечи. Икона происходит из Николы Пешножского монастыря близ Дмитрова и некогда входила в доисусный чин иконостаса. «Деисис» — слово греческое, в переводе с греческого отличает «молитва», и святой изображен в трехчетвертном развороте с протянутым вперед руками, то есть в предстоянии перед Христом, в молитве ко Христу, в созерцании невидимого божественного света. Кто такой Иоанн Предсечи? Святой Иоанн Предсечи является одним из самых загадочных святых всего христианского искусства. «Конец пророков и начало апостолов» называет его церковь. Всю свою сознательную жизнь Иоанн Предсечи провел в Иорданской пустыне, где питался акридами и диким медом, и носил одежду из верблюжьего волоса. И вот в синего цвета, такого синеватого оттенка, в лосинице и зеленого цвета плаща Гемати и изображен святой Иоанн на иконе. Итак, в 30 лет святой Иоанн вышел на проповедь. Он проповедовал покаяние, крестил людей в водах реки Иордан, и именно к нему пришел креститься сам Господь Иисус Христос. Потому его называют Предсечи и креститель Господень. За свою проповедь Иоанн Предсечи был брошен в темницу и закончил жизнь мученически, ему отрубили голову. То есть перед нами великий пророк, аскет, проповедник, наконец, мученик. Но когда мы смотрим на прекрасный облик Христа, прекрасный облик Иоанна Предсечи, явленный на этой иконе, то нам с вами как бы не до что зацепиться. Перед нами не столько пророк и аскет, сколько философ, углубленный в созерцание своего собственного мира, в созерцание невидимым физическим зрением божественного света. Посмотрите, пожалуйста, как написан лик Иоанна Предсечи. Лик святого наполнен светом. Он не просто наполнен светом, он излучает его. По числу художественным законам, вот посмотрите на линию в уши, по числу художественным законам здесь должна быть тень, а мы видим с вами свет. Светится лик, светятся руки, светятся одежды святого. Но посмотрите, как эти одежды написаны. Пробила святая образуют некую кристаллическую форму, и острыми концами они направлены внутрь, в некий центр, откуда идет непрестанная молитва. Посмотрите, пожалуйста, на линию шеи, ведь она же напряжена, как струна. И это является живописным синонимом максимальной собранности, сосредоточенности на молитве, которая требует напряжения всех внутренних сил. А теперь посмотрите, как художник пишет контур святого. Вот контур святого, такой плавной линии охватывает контур святого. Как в торе некому внутреннему ритму ложатся пряди его волос и бороды. Как мягкое сияние излучает его лик. И это является живописным синонимом очищения от земного несовершенства, освобождения вот этой первозданной красоты, явленной в материальных формах. Художник показывает нам как внутреннего, так и внешнего человека. Внутри – это максимальная собранность, сосредоточенность, отрешение от всего земного. А внешне – это смирение, тишина и покой. Вот аскетизм, пророчество, мученичество – это лишь грани этой великой личности. Художник показывает нам как бы ступени восхождения к той высшей ступени, которой достиг святой. Что же это за высшие ступени? Это полное подчинение Христу, полное растворение во Христе, преображение, просвещение божественным светом. Вот что происходит с человеком, когда его сердце касается Христоса, когда на него не исходит божественный свет? Обычно у человека понять очень трудно. И здесь нам на помощь приходят сами святые. Вот как об этом состоянии писал великий поэт и гимнограф Византия Симеон Новый Богослов. «Зрю свет, его же мир не им ад, Внутрь себя зрю Творца миру, И беседую, и люблю, и я, питаясь до приедином боговедением, И съединись ему, небеса пресхожу». Святое созерцает невидимым физическим зрением свет, который находится внутри него, и, соединившись с этим светом, достигает полного совершенства. Симеон Новый Богослов